Синдром лютонизации неувалировавшего фолликула В книге гормонотерапии, вакушествия, гинекологии, иллюзии, реальность Я описываю вот этот синдром, синдром лютонизации фолликула И что это означает? Фактически лютонизация, это формирование желтого тела Лютонизация это этап, через который проходят все овулирующие фолликулы Не только не овулирующие, но овулирующие фолликулы То есть без лютонизации не будет желтого тела Дело в том, что лютонизация может начаться и до овуляции И скажем, что мы знаем сейчас, что вот эта как раз преждевременная лютонизация Встречается у женщин здоровых тоже, то есть цикл здоровых тоже Но чаще всего, до 20% бесплодных женщин как раз имеет вот эту преждевременную лютонизацию фолликула И овуляция в таких случаях обычно не наступает То есть нет разрыва фолликула, потому что на самом деле желтое тело Это вот как раз и есть тот фолликул, доминирующий фолликул, который растет И потом который переходит в желтое тело Многие женщины не понимают и вообще многие врачи не знают Что между доминантным фолликулом и желтым телом есть период И этот период называется геморрагическим телом То есть до того, как желтое тело станет желтым, есть геморрагическое тело То есть фолликул лопается, сразу же заполняется кровью И в течение 2-3 дней на УЗИ можно увидеть геморрагическое тело Которое ошибочно очень часто врачами УЗИ принимается за апоплексию яичника То есть проведение яичника И дальше постепенно идет формирование желтого тела Идет распад вот этой крови И если не состоялась беременность, то есть зачатие То 7-й день после овуляции Желтое тело прекращает фактически свои функции И функция утихает И оно постепенно атрофируется, переходит в белое тело Поэтому опять же, когда женщинам говорят, что у вас нет желтого тела Приблизительно за несколько дней до менструации То фактически это говорит о том, что врач не понимает вообще Что такое желтое тело, когда оно формируется, когда оно атрофируется То есть когда оно исчезает Но вернемся к диагнозу вот этой преждевременной лютеинизации Дело в том, что перед овуляцией Перед овуляцией сначала наблюдается резкий пик гормона ЛГ Лютотропного гормона Лютонизирующего гормона И потом, значит, через несколько часов наблюдается пик прогестерона Поскольку как раз лютеонизирующий гормон влияет на выработку прогестерона Роль этих двух пиков Почему они возникают? Мы не знаем То есть это неизлученная до конца тема Но без этих пиков не может быть овуляции Поэтому у женщин, у которых нарушен вот этот как раз момент Вот эта пика ЛГ и прогестерона Может быть преждевременная лютеинизация фолликула Овуляция тормозит, то есть не происходит И дальше уже вот этот выросший фолликул превращается в желтое тело И также такое часто наблюдается при стимуляции эвуляции Вот фактически проблема стимуляции эвуляции, особенно, она неконтролирована Если врач не разбирается хорошо в индукции эвуляции Она может как раз вызывать вот такое состояние преждевременной, значит, лютеинизации То есть разрывы не проходят и эвуляция не наступает Поэтому подбор препаратов, которые должны проводиться для стимуляции Или для индукции эвуляции Должен быть проведен очень мудро С учетом того, что происходит Диагностировать такое состояние чрезвычайно трудно Чрезвычайно трудно, потому что УЗИ чаще всего многого не покажут То есть УЗИ не покажут И что делают? Чаще всего определяют три гормона Это астрогены, это прогестерон и ЛГ И вот в ходе как раз середины цикла Когда вот ей должна быть предполагаемая овуляция Но ежедневная вот сдача анализов женщины Ну это единичные женщины будут ходить на ежедневную сдачу анализов И причем вот лютеинизация, поскольку она может быть и в нормальном цикле То есть у женщин здоровых Лютеинизации потребуется подтверждение в трех циклах подряд То есть проводятся вот измерения Финансово это чрезвычайно много И это утомительно, потому что нужно ходить по лабораториям, сдавать анализы Поэтому диагностика вот этого состояния Она остается под знаком вопроса Она проводится, но опять же говорю Это догостоящая диагностика Поэтому не всем женщина подходит Поэтому диагноз такой Нередко врачи ставят просто условно Лечения как такового нет Потому что опять же мы не знаем причин Почему не происходит, например, пик ЛГ И потом прогестерона у некоторых женщин Мы не знаем причин вот такой настоящей лютеинизации Хотя еще раз повторю На фоне неправильной стимуляции эволюции Индукции эволюции такое освещается Но опять же лечение будет Это подбор индивидуальной схемы индукции эволюции Это подбор Если нет, тогда, конечно, эко-донорскими клетками К сожалению, вот эта отрасль репродуктивной медицины Она имеет много, ну, не то что белых пятен А вот как раз пробелов понимания и знаний того Что, почему вот возникает вот такая патология овуляции И как ее лечить Продолжение следует...